Фантастика, которая уже становится реальностью. И как открыть эту зеленую дверь в будущее? Чистая прибыль от чистой страны? И возможно ли отменить глобальное потепление? Альтернативные источники энергии? Уникальные технологии? И то, о чем вы даже не подозревали? Наука жизни. Смотрите прямо сейчас. Никто не усомнится ни на секунду, что мы живем в период самых чудесных изменений, которые ведут к завершению этой великой эпохи тем, на что указывает вся история осуществлением единения человечества. Из речи принца Альберта. Сегодня в программе. Дорогой Экспо. Первой была Великобритания. Принц Альберт, конечно, молодец. Гости из будущего. Кто изменит реальность? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь человечеству. Потому что сейчас, ну, если человечество не позаботится о планете, я представляю, что будет на планете через лет шестьдесят. Катастрофа. Где построят зеленый мост между странами? Экспо – очень важный момент в глобальной истории. И авторитетный Экспо-прогноз от академика. На мой взгляд, резко повысится интерес к разработке новых способов производства электроэнергии. Как объединить мировые технологии с казахстанскими разработками? Невероятные прогнозы футурологов и к чему приводит Экспо. Шаг в будущее. Роботы – пылесос, жук, змея, карусель и промышленные конвейеры в непромышленных масштабах. Сегодня урок свободный. Самим придумать, написать программу и воплотить механизмы будущего из деталей настоящего. Эволюция происходит через науку. Чтобы науку сделать реальностью – это уже производство, технологии. То есть его нужно строить. Сейчас мы учим детей, как строить сначала. То есть у них будет видение, как это делать в будущем. Собрать железного человека, ну, знаете, как в фильме. Поделиться с фермерами идеей, как использовать дроны на полях. И съездить на Экспо – все это планы Кирилла на ближайшее будущее. Много из нашей жизни, тем, чем мы пользуемся, это было представлено на Экспо. Ну, например, телефоны сотовые. Как вот этот, например. Именно первые виды сотовых телефонов были представлены на Экспо. Компьютеры тоже самое. Хотя я помню, каким был первый гигантский компьютер. Когда его запустили, он выключил на целую неделю ток в целом районе. Да, не сладко жилось. И то, о чем десятилетний Кирилл помнить не может. Как все начиналось. Дорога Экспо и впереди планеты всей – Англия. На Пикадилли выворачивает двухэтажный автобус. Чтобы передвигаться на столь масштабном транспортном средстве по узким лондонским улочкам, требуется немалая сноровка. Середина 19 века. Муж королевы Виктории, принц Альберт, был, как бы сейчас сказали, весьма продвинутым человеком. В основном двигался в направлении научно-технического прогресса. Это была его идея – открыть международную выставку последних достижений человечества. Ну, как мы знаем, первая выставка Экспо прошла в 1851 году. И вот уже в Гайдпарке королева Виктория собственноручно положила начало всемирным выставкам. Хрустальный дворец – первый выставочный павильон. До наших дней не сохранился. Зато сохранились свидетельства о том знаменательном событии. Усовершенствованные и весьма осязаемые. Двухэтажный автобус – один из символов британской столицы. Его прообраз появился благодаря первой выставке. Желающих посетить мероприятие было так много, что владельцы амнибусов соорудили второй этаж. Впрочем, и на самой выставке были экспонаты из далекого будущего. Прототип – факс-машины, предсказатель – бурь, правда, погоду в нем предсказывали пиявки. И самый первый – это сам павильон. Гигантское здание из стекла и стали – предвестник многих зданий современных. И хорошо, что это стало такой традицией постоянной, потому что иначе, особенно в то время, найти проекты, просто блуждая по городам и селам, практически невозможно. Поэтому нужно было организовать такой форум. Ну и началось. Вечный соперник Англии, Франция, подхватила идею и вот уже в Париже, четыре года спустя, демонстрируют очередные достижения. Газонокосилка, стиральная машина, говорящая кукла, а затем и города другие присоединились. Только часть списка в свободном порядке. Вена – с электрической лампой и электромашинами. Филадельфия – с печатной машинкой, телефоном и паровыми двигателями. Первая индустриальная революция – это изобретение парового двигателя около двухсот лет назад. Его внедрение предопределило все бытие, геополитику, войны, политический и экономический расклад и развитие 19 века. И появлением изменился быт человечества, то есть появлением парового двигателя ненужным стали миллионы лошадей. И далее по списку. Милан и железнодорожный транспортный прорыв, Чикаго, замок молния и колесо обозрения – последняя, как ответ, Эйфелевой башни. Парижа в этом списке много. К столетию взятия Бастилии в 1889 году выставка этой башни отметилась. Впрочем, главной была совсем не железная мадам, а электричество. Его так и называли журналисты – королева выставки. А еще кабаре «Муленруш» – это увеселительное учреждение тоже к Экспо построили. Фотокабина продолжать можно долго. Казахстан в составе Международного бюро выставок с 1997 года, а принимает участие в Экспо с 2005. И вот уже в этом году будет сам принимать гостей. В первый раз на территории всего постсоветского пространства. И первый раз во всем Центрально-Азиатском регионе. Экспо – очень важный момент в глобальной истории. Почему? Потому что Казахстан – это страна, которая производит газ и нефть. И дает такое послание миру – мы должны диверсифицировать экономику, стать примером для всех стран, производящих нефть и газ. Ведь когда-нибудь все эти ресурсы закончатся, мы должны подумать о будущем. Астана Экспо-2017 – уникальная возможность показать миру свои возможности, узнать о достижениях других и, конечно, шаг в будущее, в ногу с мировыми тенденциями. Сессия о том, как прошлое взаимодействует с будущим. Дели – One Global Forum. Спикеры трех стран – Индии, Казахстана и Великобритании – обсуждают очередные глобальные преобразования. Великий шелковый путь, где использовали торговые караваны, трансформировался в новый шелковый путь – путь зеленых технологий и умных инфраструктур. Великий шелковый путь издревле славился как путь инноваций, как транспортный коридор новых технологий, говорят в кулуарах Индийского форума, и обсуждают форум предстоящий – казахстанский. Я думаю, одна из важнейших вещей, которую должен сделать Казахстан – это продвигать себя. Необходима платформа, независимая платформа для обсуждения фундаментальных тем в обществе. Хорошо иметь возможность проводить такие выставки, которые люди могут посетить и понять значимость Казахстана, и узнать о культуре страны. Один из основателей Глобал Форума, Харджев Синг, уверен, подобные площадки просто необходимы, а неформальное общение – это своеобразный механизм возможного внедрения идей будущего в настоящее. Мы назвали наш форум «Один земной шар», потому что, когда ты поднимаешься в космос и смотришь на планету, ты понимаешь, что мы все с одной и той же маленькой планеты во Вселенной. Интересно, что индийская сторона на казахстанской выставке попросила павильон с максимально большой площадью. Индия есть чем похвастаться – республика входит в десятку стран-производителей альтернативной энергии. Просто один факт – если мы движемся на машине в течение 10 минут в каком-либо направлении, мы используем энергию, способную заряжать телефон в течение трех лет, числа, над которыми стоит задуматься. В Индии задумались. Энергетическое партнерство – очень выгодное направление, говорит участник предстоящей выставки профессор Саксена. Казахстан не должен задумываться над тем, чтобы производить новые айпады или машины. Он должен задумываться о производстве деталей и для любого айфона, и для любой машины. Британский ученый знает, о чем говорит. Четыре новых сверхпроводника были именно им открыты. И, по его словам, многие существующие технологии не ставят на поток только из-за нехватки того, что в Казахстане в избытке. Взаимосвязь Индии и Казахстана как социальная модель и модель, как мы можем использовать новые технологии, которые принадлежат к силиконовому, к постсиликоновому миру. Соединить возможности Индии и минеральные ресурсы Казахстана. Индия прилагает большие усилия к этому. Но их останавливает, что экспериментировать-то не с чем. Редкоземельная база-то находится у нас. Основное сырье, которое используют в технологиях будущего, а значит и главная составляющая новой промышленной революции. Без него немыслимо производство смартфонов, компьютеров, телевизоров и энергосберегающих лампочек. Предположим, если бы нам удалось добиться каких-то прорывов, используя нашу богатую базу наличия полимеров и, что самое главное, редкоземельных металлов, вдруг, предположим, мы гипотетически открываем какой-то новый проводник. То есть чип, чья проводимость превышает нынешнюю. Сам чип места много не занимает, транспортировать его легко, осталось только воплотить в жизнь это предположение. И тогда революционный прорыв совсем не за горами. Альберт Болотов с нетерпением смотрит на экран. Технологии, даже самые развитые, за скоростью академической мысли не успевают. Вот и компьютер завис. Лекция под номером 7. Электроэнергетика, выбирая будущее. Перспективные направления безопасного производства, энергия, которая дана каждому и всем поровну, принципиально новая организация, если изложить тезисно. Казахстан участвует в выставке в своем павильоне «Сфера», который так в народе называется. А это уже информация о предстоящей выставке. В этом павильоне «Сфера» прошли конкурсный отбор. Больше двухсот предложений от Казахстана. Отобрано 27 разработок. Среди них установка, сделанная под руководством Альберта Васильевича. И прогноз от академика, как изменится мир после Экспо. На мой взгляд, резко повысится интерес к разработке новых способов производства электроэнергии, повышение эффективности ее использования. И это даст мощный импульс подъема экономики Казахстана. Каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому, что появились новые идеи. Потому что мысль ушла вперед, любит повторять академик. Вот и каменный век нашей энергетики уже заканчивается, считает Болотов. Для Казахстана с его огромной территорией и низкой плотностью населения альтернативная энергия – лучшее решение. Вообще человечество сильно озабочено энергетическим обеспечением всего. Каждую минуту на планете увеличивается население порядка 160 человек. 160 человек в минуту увеличения населения. То есть традиционные источники энергии должны как минимум отойти на второй план. Невозможно сразу отказаться. Понятно, до сих пор, может быть, где-то ездят паровозы на старом топливе. Почему? Ну, потому что они есть и так проще. Но повсеместное использование старых способов получения энергии должно быть прекращено, конечно. Мир вступил в новую эпоху. Это уже факт непреложный. В эпоху четвертой промышленной революции. На это указывают все преднаки. В первую очередь это огромное созревшее критическое масса исследований, научных исследованиях по множественным дисциплинам и отраслям, в том числе и прикладной науки. То есть прикладной науки уже практически подготовлены и начали внедряться целые пакеты технологий. И вот уже совсем скоро многие отрасли просто перестанут существовать, зато появятся другие. И великие перемены, происходящие на наших глазах, это одновременно исторический вызов и шанс для нации из последнего послания президента народу Казахстана. Изменится наше бытие, наше представление о многих вещах. Вот смотрите, предтечья составная часть этой революции, это коммуникационная революция, цифровая, которую мы переживаем вот прямо сейчас. Технологии растут настолько быстро. Десять лет назад мы не представляли, что будет сейчас. То есть в том же 2007 году не было ни смартфонов, не было вот такого развития интернета, не было таких технологий, таких объемов памяти, таких скоростей процессоров и так далее. Лет через 20-30 компьютеры станут умнее нас. Небиологический интеллект будет соответствовать в размерах и тонкостях человеческому. Это цитата футуролога Рея Курцвейла. И люди вообще станут эдакими гибридами. Наноботы проникнут в наши тела, улучшая наши способности. Что будет через 20 лет практически невозможно представить. То есть любая бурная фантазия вполне может сбыться. Самые популярные прогнозы футурологов. Телекинез станет реальностью. На 3D-принтерах можно будет печатать органы для трансплантации, а космический лифт запросто доставит любого, к примеру, на Луну. Так что робофутбол, по сравнению с тем, что нам прогресс готовит, действительно детские игры. Гости из будущего. Они именно те, кому предстоит будущее воплотить в настоящее. И у них уже есть свои прогнозы и свои решения. Наше человечество, оно, конечно, перейдет на электрические автомобили. Может быть, там придумать больших роботов, которые могут там ходить, как люди. Чтоб энергия приходила к нам всегда из солнца, чтоб мы не тратили нефть и не добывали его. Ну, может быть, телефоны будут такими, как стекло прозрачное. Может быть, их вообще можно будет на стену перенести как-нибудь. А телевизоры можно будет скатывать и переносить, как ковер. Хочу сделать робота, который ездит по паркам и собирает там мусор всякий, который люди, плохие люди, выбрасывают. Вариантов сотни и только одно предсказание можно считать абсолютно верным. Уже совсем скоро в Астане откроется Всемирная выставка. И это, несомненно, будет шаг в будущее. Сейчас есть примерно 5% людей, которые думают о совершенно новой энергетике. Новая энергетика создается в умах в лабораториях небольшим количеством людей. Был великий физик, ученый Никола Тесла, который в прошлом веке доказал, что энергия везде вокруг нас. Давайте мы станем экстраординарными. Соберем в Казахстане тех, кто уже думает об этом, об исключительных вещах. Дадим им возможности. Из речи президента Нурсултана Назарбаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова